Добрый день, уважаемые телезрители! Сегодня для вас мы подготовили самую актуальную тему, это садовые заготовки. Мы собрали урожай и, соответственно, с ним что-то надо делать. В это время в ход идут соковыжималки, блендеры, миксеры. Соответственно, чем больше овощей и фруктов, тем больше нагрузка идет на нашу бытовую технику. Из-за большой нагрузки, соответственно, техника выходит из строя. Если что-то у вас сломалось, помните, выбрасывать не надо. Как можно подчинить технику, сейчас я вам расскажу. Чаще всего в заготовках используется мясорубка для приготовления овощей и фруктов. Зачастую техника выходит из строя. Зачастую в мясорубке выходит из строя нож. Он ломается, тупится, соответственно, его надо менять. Если у вас что-то случилось с ножом, вы можете прийти к нам. У нас достаточно большой ассортимент от 250 рублей на разные модели разных производителей. Также бывают проблемы с решетками. Они тупятся, трескаются, раскалываются. Соответственно, решетки можно заменить у нас. Достаточно большой ассортимент. То есть проблем в этом нету никаких. Вообще специалисты рекомендуют сразу же менять два режущих блока. Это нож и решетку. Соответственно, у нас есть в наличии комплекты, которые вы можете также легко поменять. Некоторые комплекты стоят намного дешевле, нежели купить отдельно нож и решетку. Зачастую ломается втулка шнека. Она работает как предохранитель от перегрева двигателя вашей мясорубки. Она ломается, трескается. Заменить ее нет никаких проблем. У нас большой ассортимент. Вот это вот одна из самых ходовых. Стоимость ее всего 100 рублей. Зачастую от большой нагрузки из строя выходят шестеренки в мясорубке. Заменить их нету никаких проблем. Ассортимент у нас достаточно большой. Вы видите, что у нас очень много запчастей для мясорубок. Можно заменить практически любую из них. Есть и втулки, и ножи, решетки, шнеки. То есть, в принципе, проблем в этом нет. Также садоводам могут понадобиться дополнительные насадки. Такие как шинковка. Вы можете прийти к нам, выбрать для себя то, что вам нужно. Также в заготовках очень часто используются блендеры, миксеры, кухонные комбайны. Если вдруг что-то у вас вышло из строя, вы можете прийти к нам и заказать любую запчасть. После того, как заготовки готовы, нам нужно их сохранить. Для этого мы используем холодильник и морозильную камеру. Из-за большого количества банок, контейнеров у вас могут сломаться ящики в холодильнике, либо в морозильной камере. Для них у нас, соответственно, тоже есть запчасти, которые вы можете приобрести у нас. Кроме этого, у нас большой выбор полочек, ящиков, держателей, кронштейнов для холодильников. Если вдруг вы не найдете что-то под свою модель, вы можете заказать у нас. Теперь вы знаете, что если у вас вышел из строя нож в мясорубке, либо сетка, либо какие-то комплектующие в холодильнике, соковыжималках, блендерах, вы можете обращаться к нам. В этом случае теперь вы знаете, что если у вас что-то сломалось, вы можете починить самостоятельно. И ваши заготовки не пропадут. Вы сможете приготовить на зиму и компоты, и варенье, и лече. В следующей программе мы подготовим для вас новую актуальную тему. И вы узнаете, как самостоятельно подчинить любую бытовую технику, не прибегая к услугам специалистов. Всего доброго, до новых встреч! Это целая самобытная культура, которая зарождалась в 70-х годах на улицах Нью-Йорка и Лос-Анджелеса. Уличные танцы – это отличный способ, чтобы выразить свой творческий потенциал для каждой личности. Одними из прародителей и самых ярких представителей уличных танцев являются хип-хоп и брейк-данс. Танец мне больше всего нравится, брейк-данс, а связки мне больше нравятся по хип-хопу, потому что они более интересны. Ну, в брейк-дансе можно то там, прикольно так все делать. А в хип-хопе тоже можно, когда танец робота танцевать. Мы хотим, чтобы дети научились выражать себя в танце, чтобы они не были копиями своих тренеров или танцевали постановку, которую можно увидеть в каком-нибудь клипе или на каком-то выступлении. Мы прежде всего хотим, чтобы они творчески и физически развивались, были самобытными, интересными и самодостаточными танцорами. Залогом популярности этих направлений танца стали полная свобода самовыражения, возможность дополнить танец своими неповторимыми движениями и трюками, а значит, определить собственный, ни на чей не похожий стиль. Брейк, он как губка, он впитал в себя вообще все. Танцы народов мира разные, акробатика, спортивная гимнастика, там сальса, румба, русские народные и еще много-много всяких ответвлений. И постоянно нет такого, что нет рамок, нет слова неправильно. Мне кажется, в хип-хопе у тебя просто свобода действий, ты можешь делать то, как ты это чувствуешь, музыку. Ты просто идешь по своей волне и не думаешь ни о чем, понимаешь музыку. Баттлы привнесли в стрит-дэнс элемент соревновательности, поэтому уличные танцы стали впечатляющим зрелищем для миллионов горожан и возможностью бросить вызов себе и соперникам для тысяч исполнителей. Если говорить именно на начальном уровне, то это отчетные концерты, которые проходят у нас два раза в год, зимой и в мае. Дети целой группой готовят шоу и потом выступают, показывают. Лучше шоу получают определенные места, грамоты, призы. И если смотреть дальше, уже в осознанном возрасте, это мировые арены, на которых выступают люди всего мира. Отличительной особенностью брейка и хип-хопа является то, что они, подобно гимнастике, развивают абсолютно все группы мышц и дают невероятную физическую подготовку. Полезное с приятным, ведь все это происходит во время танца, а то, каким он будет, зависит только от тебя. Мой тренер фокусируется на том, чтобы развивать творческую составляющую танцора, а не просто показывать банальные связки. Мы работаем над концептами, то есть нам задают какое-то определенное задание, с которым мы должны танцевать. Допустим, держа ноги только вместе или касаться правой ногой пола вообще во время всего выхода твоего. Я считаю, что это намного лучше, чем просто делать связки или учить связки. На своих тренировках, ну, все по стандарту. Разминка, повторение старого материала, что-то новенькое учим. Растяжкой занимаемся, подкачкой обязательно. И джемы, батлы и тому подобные вещи. Ты включаешь какие-то ассоциации, какие-то игры, и все равно они, того не замечая, делают, что тебе надо, и у них все равно получается это. Брейк стал олимпийским видом спорта, как среди юношей, так и во взрослой Олимпиаде, будет депутировать в 2024 году. Мы не ставим целью вырастить олимпийского чемпиона. Но если это получится, а это может получиться только если будут соединены в обучении все эти составные части. Чтобы начать тренироваться, не нужно иметь ничего, кроме желания. Уличные танцы начинаются с самых простых и легких движений, которые способен выполнить абсолютно любой человек. Если сильно чего-то захотеть, ты этого добьешься. Тут талант может тебя хорошо подтолкнуть на старте, но в дальнейшем это просто твое упорство. Ну, просто и желание, это точно надо, даже имея талант. А также, если человек хочет, он это сделает и добьется. Брейкданс – очень зрелищный, темпераментный и своеобразный танец, который воплощает в себе пластику и разнообразие акробатических трюков. Занятия хип-хопом включают в себя импровизацию, поэтому у детей всегда есть возможность проявить свое видение танца. Для каждого урока требуется максимальная концентрация, выносливость, внимательность, чувство ритма и гибкость, что позволяет сформировать характер детей в лучшем русле. Школа современных танцев «Бруклин» объявляет набор детей и взрослых с группы по хип-хопу, брейкдансу и дэнс-холлу. Филиалы в центре и на северо-западе. Запись и консультации на сайте brooklyn74.ru и по телефону 223-6-224. «Бруклин» – танцы в реальном масштабе. Абрикосы, грецкие орехи, фундук, тутовник и даже растения из Красной книги. Вся эта флора вполне может произрастать в холодном уральском климате, более того, не требуя особого ухода. В саду у Романа Нагуманова совсем нет яблонь и смородины. Уже 15 лет он занимается разведением экзотических растений. На просьбу рассказать о самых уникальных Роман теряется и говорит, что каждая из них интересна по-своему. Например, пион тонколистный – цветок, который внешне напоминает тюльпан. Родом он из Алтая, произрастает также в Западной Сибири. В 60-х, 70-х годах его истребляли из-за того, что у него лечебные свойства. Потом его внесли в Красную книгу Украины и России. Охраняемое растение, очень интересное, экзотическое. В переводе с английского переводится как папоротниковый пион. Известно то, что произрастает даже на территории Сургута, а это считается уже как бы крайний север. То есть растение очень морозостойкое и не требуется особого ухода за ним, укрытия на зиму. Сладкий запах меда в саду Романа распространяет растение под названием Фатергилла Большая. Ее родина – Северная Америка. Очень морозостойкая, хотя растет медленно. Красивые ершики истощают приятный медовый аромат, не требовательно в уходе. Цветет тогда, когда уже все отцветает. А это экзотический картофель, известный путешественникам в Индию и Китай. Оно мало того, что экзотическое, красивое, цветущее, оно еще и съедобное растение. Называется батар. Его есть несколько видов, вот даже можете сравнить, разные листва у них. Это такие же клубни, как картошка, тонкая кожура. Готовят из него очень много блюд, даже в отличие от картошки во много раз. Оно является профилактическим от онкозаболеваний. Причем из одного клубня получается много вот таких ростков. То есть, в отличие от картошки, не нужно много заготавливать. И хранится все это при комнатной температуре. То есть, не нужно погреба, не нужно просушивать. Это все хранится в домашних условиях. С одного клубня, то есть, можно получить до 30 саженцев, из которых вырастет по 5-6 килограммов вот этого вкусного батата. Жимолость покрывальная. Венерин башмачок, канадская ель, магнолия кобус, аризема приморская. За необычными названиями скрываются приятные глазу растения. Интересное растение еще. Жимолость покрывальная. Цветет оригинальными желтыми цветочками. Но сама красота, когда завязываются черные блестящие ягодки. Тоже морозостойкое, неприхотливое растение. Как бы для Урала хорошо себя чувствует, не подмерзает. Тоже вот интересно, только-только начинает раскрываться венерин башмачок. Очень редкие на Урале. Их у нас в горах произрастает 14 видов. Растение занесено в Красную книгу. То есть, если вы увидите в лесу, то не срывайте. Очень оригинальное растение коника, канадская ель. Сорт Альба. Она практически не горит, растет медленно. Но очень оригинальный вид у нее. Очень красивая. Единственное, можно выбирать ей место, чтобы была полутень. Тогда она практически не горит. Я не помню, чтобы за 7 лет она у меня хоть раз подгорела. Интересное растение. Экзотическое. Родина у нее Приморский край. Аризема Приморская. Очень морозостойкое. Лечебное растение. Неприхотливое. Красивое, оригинальное. Экзотическое. Подходит для любого уральского сада. Рядом произрастает магнолия. Ред барон. Она из семян, правда, еще маленькая. Засветет на 6-й год. Но зато растет без укрытия. Хорошо. Черная сосна австрийская. Можжевельник скальный. Тоже интересное растение. Такое необычное. Как будто по дороге в Тоскану. Все, что сегодня зацвело буйным цветом, через некоторое время начнет плодоносить. Тогда появится повод встретиться снова и расширить свои знания в области ботаники. Конфликт поколений. За этим привычным словосочетанием скрывается множество драматических историй, которые происходят и на работе, и в семьях. Конфликт поколений был, есть и будет. История, которую сегодня разбирает Ирина Орда, произошла в ее практике. К ней обратилась женщина с такой проблемой. Она не может найти общий язык со своей взрослой дочерью, которая с утра до вечера работает. Мало внимания уделяет своей пятилетней дочке, то есть внучке нашей героини. А на все упреки мамы, то есть бабушки, реагирует резко и раздражительно. Наша героиня обеспокоена, что любое ее общение с дочерью обязательно сводится к конфликту, что ее внучка растет без материнского внимания, а искренние намерения бабушки помочь только обостряют отношения. Главный принцип во Вселенной — хочешь изменить ситуацию, начни с себя. Поэтому раз бабушка пришла, значит, необходимо меняться ей самой. Первое, что нужно понять, что если она будет постоянно лезть к дочке и внучке, кроме агрессии ничего не будет. Поэтому первое, что нужно сделать, принять и просто рассматривать это со стороны. Есть такой главный принцип, что мама — это река, а дочка и внучка — это ручеек. Что необходимо сделать? Эту энергию творчества ее нужно запустить, чтобы эта река-то потекла. Поэтому бабушке что нужно в ситуации сделать? Пойти танцевать, петь, фитнесом заняться, йогой заняться, на курсы психологии, на курсы какие-то. То есть ей нужно развиваться. От нашего поколения что необходимо, чтобы они поддерживали какие-то определенные традиции. К примеру, по субботам или по воскресеньям, или по недельникам, как удобно всем. Чтобы бабушка, к примеру, могла приглашать к себе дочку, внучку и все поколение. Настрябать пирогов, блинов и буквально часик-два, чтобы было такое определенное общение. Чтобы эта теплота, она поселилась. Человек привыкает к этой традиции, он будет тянуться. Надо сначала эту традицию запустить. Тогда в этой ситуации она сможет их потихоньку наставлять. То есть она, к примеру, может влиять на свою дочку. Еще важно, чтобы поколение, поколение понимали, поинтересоваться, что происходит у дочки. Что у нее внутри, как у нее отношения с мужем, как у нее отношения на работе, что вообще происходит, какие у нее есть внутренние переживания какие-то. Может быть, тебе моя нужна поддержка, может быть, с внучкой куда-то сходить. Важный момент общения. Вообще просто понимать, что происходит. Но общение должно быть навязчивое, потому что все-таки нужно понимать, что дочка – это уже отдельная структура, это отдельная у нее семья. Если мама постоянно, если у мамы нет личной жизни, она постоянно подгружается куда? В семью своей дочки, и там, естественно, будет конфликт. Как бы они могли построить свое общение? Может быть, поговорить, может быть, дочка будет приходить. Тогда эта бабушка сможет научить свою дочку, как общаться, и потом дочка, в свою очередь, научит общаться со своей внучкой, со своей дочкой. Понимаете, связь поколений. Потому что все-таки старики или по-другому предки, они должны эту традицию на примере показать. Потому что если у человека нет примера в семье, а как он научится? Вообще центральная идея это теплые отношения. Когда человек просто хочет понять другого человека. То есть по-другому я понимаю себя и хочу понять тебя. То есть я тебя не ломаю, не манипулирую, не контролирую, не диктую. А я хочу понять, что происходит. И когда у нас выстраиваются такие отношения душа в душу, по-другому, то есть теплые отношения, тогда мы можем потихоньку не манипулировать, а влиять. Я понимаю тебя. И какие-то ситуации жизненные, они не будут так раздуты на уровне конфликта. Если мы что-то хотим поменять в своей жизни, первое, нужно понять законы психологии. Законы психологии гласят, что у нас есть отношения старше, равное и младше. То есть по-другому. Родители это старшие, дети это младшие. И когда, например, мама разговаривает со своей дочкой, ей первое, что нужно проговорить. Я большая, дочка маленькая. Как себя старшие должны вести? Уважительно к младшим. Если они будут уважительно относиться к младшим, то младшие будут относиться уважительно к старшим. Но, естественно, бывают моменты приступа, когда иногда просто вот сказать, что нужно сделать вот так и по-другому никак. Тут только воспитывать себя. Это не сразу. Просто нужно понимать, я большая, ты маленькая. Или наоборот, если я, например, дочка, у меня есть мама, я как себя веду? Я маленькая, мама большая. Все равно момент двухсторонний, уважение там и там, понимание. Есть определенные законы. Дочке нужно задуматься, что через 10, 20, 30 лет ее дочка будет так же поступать, как сейчас она поступает к маме. И состояние матери, то, что сейчас чувствует мать, она будет то же самое испытывать. Нужно размышлять, что жизнь серьезная вещь. Да, и поэтому сейчас нужно задуматься, чтобы не было того, что происходит сейчас с мамой. Студия психологических решений Ирины Орда. Запись на курс «Практический психолог» с получением диплома. Начало занятий 21 сентября. Обучение 10 месяцев. Информация и запись по телефону 22-33-410 или на сайте iorda.ru Социальные танцы — это те, которые исполняют не для зрителя, а для себя. И наиболее популярным в мире на сегодняшний день считается направление «Карибиан Микс». А кто же знает про кубинские танцы больше и лучше, чем преподаватель с «Острова Свободы» Хосе Рамон Миндиоло Оссорио, участник известных телевизионных танцевальных проектов, обладатель уникального стиля. Уникальность того, что я занимаюсь не только социальным танцем, но я закончил высшее искусство национальной школе танцевального. По современному, хореографии, модерна, классика. И вот оттуда у меня хорошая пластика из-за этого. И когда я добавляю этого к социальному, тогда получается вкусно. И вот думаю, что из-за этого. Вопреки всем стереотипам, заниматься подобным стилем танца можно при любой физической подготовке и в любом возрасте. Главное – слушать музыку и свое тело. Я думаю, что это зависит от души, от тела, как самому человеку. С какого? С четырех, с пяти можно начинать. Тело – очень-очень интересная, как я говорю, штука такая, которая, да, которая… Ее надо просто понять, правильно рулить, чтобы все получилось. По своей интенсивности карибские танцы заменяют кардио-тренировку. К тому же во время занятий активно работают мышцы рук, живота и бедер. Сложно немножко, когда на тренировке, когда есть разные ученики, у которых есть разный уровень. Поэтому надо делать так, чтобы тренировка не была скучной ни для них, ни для тех, кто уже снимается давно. Поэтому я решил, ну, немножко отработать тело, и руки, и плечи, и все это, потому что это очень-очень-очень важно тоже. Очень-очень важно. Без этого никак. На сегодня мне удалось почувствовать, я вот, правда, были моменты, когда я ловела, что мне полностью это нравится. Я понимаю, мне нравится, как двигается мое тело. И у меня возникла мысль, что надо бы, наверное, все-таки продолжить, потому что это приятно, это здорово. Воображение дорисовывает картину, вот эту вот всю локацию перенести на пляж и продолжать уже бачату где-нибудь на горячем песке. Эти танцы, на самом деле, кажется, что столько простых движений, и каждый их выполнит. На самом деле, здесь очень четкий рисунок, очень четкие такие моменты, которые даются нелегко, но когда получается, испытываешь такие эмоции, что, не знаю, как на игре забрался. Когда хороший преподаватель, сложности в принципе не возникает, потому что любое сложное движение раскладывается и все объясняется. Танцевать карибские танцы можно хоть на вечеринке, хоть босиком на песке. Освоить основные движения можно всего за несколько занятий, ну а потом совершенствовать их сколько угодно. Чудесная порода собак с лисьей мордочкой и хитрым прищуренным взглядом. Сиба-ину или Шиба-ину покорили сердца многих любителей животных. До сих пор порода относится к разряду охотничьих, хотя уже больше века не используется по назначению. Чисто японская порода это одна из самых маленьких пород в Японии. Это охотничья порода, выводилась она на охоту пернатую дичь. Именно они, как называется, как пустарниковая собачка. У них такой темперамент, вообще они очень интересные собаки, то есть они не навязчивые, не назойливые, то есть они как бы сами по себе это собака-компаньон. Вот, то есть они не будут надоедать постоянно хозяину, то есть они вот как кошки, я бы сравнила с кошками. Они такие игривые, умные, очень чистоплотные собаки, они не пахнут. Это очень большой плюс для дома, для квартиры. Они гипоаллергенные. Сиба-ину требует к себе внимательного отношения. Им нужен хозяин-компаньон с твердым характером. Они очень игривые, очень чистоплотные. Они очень умные собаки. Они очень любят хозяина, но они очень часто показывают, что могут прожить и без него. Также эти породы, они не будут делать что-то по принуждению, то есть принуждение, наказание. Собаки очень быстро сбывают наказание, если они считают, что они были правы, они повторят это еще раз. То есть здесь очень надо уделять много внимания именно воспитанию. То есть это очень кропотливый труд. Я считаю, что собаку, если сам хозяин справится, ему обязательно нужно водить к кинологу, потому что потом очень могут быть плачевные последствия. Я знаю очень много ситуаций, когда собак портили, они становились агрессивными некоторых питомников и возвращали собак. Причем они, когда их возвращали, собака начинала вести себя адекватно. То есть сразу понятно, что это вина была не собаке, а вина именно хозяева. Вот. Поэтому я считаю, что да, надо. Обязательно надо. Если сам человек не имел никакого опыта с собаками, общения с собаками, то да, я считаю, что хотя бы консультация нужна. Если вы сомневаетесь, подойдет ли вам эта порода собак, ведь у вас есть дома другие домашние питомцы или маленькие дети, то мы готовы развеять ваши сомнения. Эти собаки, они хорошо выживаются с другими животными, кроме грызунов и птиц, потому что они это воспринимают как дичь. То есть эти собаки у нас даже ловят мишей. Да. Вот. А с кошками также они нормально выживаются, но опять же, это если они растут вместе. Так же с другими собаками. Ну, кобели, вот я говорю, у них есть вот такое, что они любят доминировать, и у них как бы частенько бывают конфликты. К детям очень замечательно, они очень терпеливые, у нас очень много детей, и они постоянно их теребят из-за хвост, за уши, за морду, ни разу еще никого даже не рыкнули. Покупку щенка Сиба-Ину нужно начинать с подбора заводчика с хорошей репутацией. Лучший вариант – обращение в специализированные питомники. Я часто встречаюсь с таким вопросом, когда мне звонят, такие говорят, «Ты знаете, я хочу собаку для души без документов». Я считаю, что если вы хотите собаку для души без документов, возьмите, если будет очень много собак, которые нуждаются в любящих языках. Если вы все-таки решили взять собаку, породистую собаку, хорошую, то нужно брать именно у заводчика и брать, проверять именно документы, чтобы собаки с документами. Бывает такое, что не оба родителя живут в питомнике или там у заводчика, но все равно по документам это все проверяется, все щенки их клеймят, их проверяют и чипируют, то есть как бы это легко проверить, в принципе. Ну, люди сами себя обманывают, когда хотят брать дорогую собаку подешевле. Надо же реально оценивать возможности, и люди тратят очень большие деньги на эти породы.